С восходом солнца в девятый день месяца Зухиджа паломники направляются в долину Арафа для того, чтобы совершить величайший столб паломничества в один из великих и знаменательных дней, которыми поклялся Всевышний Аллах по причине их достоинства и высокому положению и почету. «Сказал Всевышний, клянусь днем обещанным, клянусь свидетельствующим днем и засвидетельственным». И обещанный день – это день Арафа, как это приводится от пророка, мира ему и богословения Аллаха. Среди достоинств этого дня по отношению к другим дням, что это тот день, в котором Аллах заключил завет с потомством Адама, и что это день, в котором Аллах завершил свою религию, и что в нем Аллах довел до конца свою милость к пророку, мира и богословения Аллаха, и его общине. И он является днем прощения грехов и освобождения от огня. И он памятный праздничный день для тех, кто стоит на Арафа. Пророк, салаллаху алиху ассалям, предписал в нем соблюдение поста для неполомников и сказал, «Пост день Арафа, я надеюсь на Аллаха, что он простит грехи года до него и года после него. И на Арафате стоят паломники, поминая Всевышнего Аллаха, обращаясь к нему смольбами, смиренно и покорно прося до захода солнца. И Аллах гордится ими перед своими ангелами. В этот день, сказал пророк, мира и мой, благословения Аллаха, лучшая мольба, мольба в день Арафа. И лучшая из того, что говорил я и пророки до меня, на Господинской области иki на Сузидите на Каса. Его людей, poles и хамд, и моих устройств иSS. Он не каждый. Продолжение следует...